10 июля День памяти преподобного Георгия Иверского, святогорца, который жил в XI веке. До его рождения матери во сне явился светлый муж и сказал, родится у вас сын, который избран Богом, посвятите его владыке Христу по данному вами обету и назовите Георгием. В семь лет отрок был отдан в монастырь. Ангел Господень дважды видимым образом спасал его от верной смерти. По достижении духовной зрелости получил благословение уйти на Афон и продолжить труды святого Ефимия по переводу священных книг на грузинский язык, поскольку до этого церковные и просветительские книги читались в Грузии и в грузинских обителях за ее пределами на греческом языке. Много препятствий претерпел преподобный ради этого дела. В итоге было переведено 17 богослужебных и святоотеческих книг, которыми пользуются и до настоящего времени. Когда грузинский царь Баграт узнал о делах Георгия, то вызвал его в Грузию и желал с его помощью устранить нестроение в церковной жизни страны. Святой старец поучал царя, чтобы он исправлял недостатки в себе, а затем искоренял их в народе. Учредил согласие царя и католикоса училище для будущих пастырей, куда собрал около 80 детей-сирот. Многое исправил в обрядах, предсказывал события, наставляя царя, духовенство и народ. По кончине тела святого перенесли на Афон и Иверский монастырь. Умоли, отче преподобня царя славы, да подаст и нам непостыдную кончину и лицезрение в троице поклоняемого Бога. Субтитры создавал DimaTorzok